ВОРМС До основания разрушаемая карта И есть куча образцов забавного оружия Взрывающиеся овечки Кластерные бананы Механические бабули с таймером Команды действуют и применяют оружие по очереди Один червяк, один ход Результат — веселье и желание как-нибудь повторить Разработчики Steam 17 попытались развить концепцию, перенеся ее в 3D Однако пресса давала оценки неоднозначные И заявляла местами, что не везде трехмерность нужна Ну, не нужна, так не нужна После путешествия на практически все доступные платформы В августе 2010-го серия возвращается на персональные компьютеры Эта игра создана разработчиками без наставления издателя Более того, Steam 17 планирует следить за отзывами игроков И, если что, реагировать В эфире СтопГейм ВОРМС РЕЛОДЕТ Сразу после запуска хочется сказать Наконец-то! Перед нами все те же червяки образца 1998 года Разве что графика стала четче, да эффекты перерисованы От сингловой части особой новизны не ждешь Однако, что отметить, есть Режимов одиночной игры теперь на разные вкусы Шесть штук Куй Гейм по нажатию клавиши высаживает две команды на какой-нибудь случайной карте И позволяет им схлестнуться Отлично подходит для офисного обеденного перерыва Кастом Гейм — режим настраиваемой игры До четырех команд Стиль игры и карты выбираются заранее Тренинг — самое что ни на есть обучение для недавно приступивших к игре И заодно свободное поле для желающих отточить умения Почти все оружие доступно сразу Можно расставлять тренировочные куколки и практиковаться на них Warzone — это матчи с искусственным интеллектом, которые постепенно усложняются В команде игрока все меньше преимуществ Компьютеру — больше Body Count — режим выживания Есть множество вражеских червей с низким уровнем хитпоинтов Есть один дружественный Задача продержаться как можно дольше Ну и наконец компания 35 миссий с путешествием по разным тематическим уровням Спорт, средневековье, мегаполис и так далее К сожалению, в большинстве случаев миссии Сотни раз виденная и быстро надоедающая одолеи всех Лишь иногда попадаются головоломки Вроде «ходить нельзя, но есть мина, доберись до финишной точки» Или «пролети через лабиринт с охранными пушками» Проходя миссии компании, игрок получает за каждую виртуальные монетки С которыми можно заглянуть в игровой магазин И купить спрятанное оружие, ландшафты, украшения для червяков Да, это раньше свою команду от другой приходилось отличать по цвету табличек над головой В Reloaded есть возможность менять подопечным шапочки Оттенок кожи, надгробия, победные танцы, голоса Так называемых голосовых банков, кстати, 70 штук Причем среди них есть и классическая русская озвучка И оригинальные находки, вроде англоговорящего голоса из трейлеров Кстати, многие из заявленных оружейных новинок действительно пригождаются Есть автоматическая турель, способная остановить неумелое наступление Газ, не дающий прятаться по тоннелям Мощные суперуничтожители бункеров Магниты, отражающие или притягивающие снаряды Но одиночная игра, кастомизация и новое оружие – это вишенки Сам торт онлайн, в который можно забраться парой кликов Без лишних копаний в настройках Сетевая часть Worms Reloaded – самая сильная Режимы разные Стандартный, профессиональный, сумасшедшие ящики, базуки и гранаты Форты, гонки на веревках – они мало чем отличаются За исключением времени хода, наборов оружия и способа его доставки Однако даже такие небольшие детали влияние на стиль оказывают серьезное Вот команды жмутся по окопам, вот молотят друг друга, что есть мочи А вот игнорируют возможность нанести удар и летят к ящикам со снабжением О парочке режимов стоит рассказать отдельно В фортах команды прячутся внутри собственных крепостей и поливают огнем чужие Специального оружия не хватает и приходится полагаться на классические образцы вкупе с собственным умением Потихоньку разрушая укрепление противника и выстраивая катакомбы у себя Такие битвы могут затянуться надолго и финалы часто происходят среди развалек А вот в гонках на веревках нужно добраться до финиша раньше противника сквозь уровень лабиринт Есть и нелепые падения, и драматические обгоны, и адреналин, несмотря на походовость Сложность варьируется от низкой, когда от финиша отделяет лишь ход До... высокой Это только встроенные режимы Никто не мешает устроить приватный матч с друзьями И самим решить, сколько взять с собой на поле боя оружия Какой фон будет у карты Нужна ли разрушаемость ландшафта и падающие ящики И были бы Worms Reloaded с замечательным возвращением серии в родные пенаты Если бы не парочка-троечка упущений Во-первых, в игре новый движок Это двойственная деталь С одной стороны, графика высокого разрешения и вообще технологический прогресс Но с другой, физика полностью поменялась Это значит, что снаряд из базуки полетит не так, как предполагает ветеран той же Worms 2 Граната приземлится иначе И вообще, ко всему арсеналу и даже особенностям передвижения В Worms Reloaded нужно привыкать заново Акробатическая часть тоже изменилась Полезный прыжок немного назад вырезан А физика веревки, с помощью которой раньше умельцы перебирались аж на другой конец карты Стала более реалистичной Черви теперь имеют вес И веревка под ними гнется, не позволяя так просто взлетать где попало Во-вторых, оружие выбирать не так удобно Раньше по нажатию правой кнопки мыши на экране появлялось аккуратное и симпатичное меню оружия В нем было легко ориентироваться Теперь же огромная таблица на полу крана Закрывающая собой поле боя И стало быть, способная выбить на секунду из происходящего А секунды в Worms — это ценный ресурс В-третьих, легкие технические шероховатости, которые наверняка исправят патчами Так у некоторых пользователей не работает звук без установки определенных драйверов А микрофон в онлайновом матче не отключается Следовательно, соперники друг друга слышат постоянно Но, говоря честно, это мелочи, о которых совершенно не думаешь во время очередной дуэли с иностранным профи Перед нами обновленные и подтянутые червяки с хорошим онлайном Большего от них и не требуется Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...